Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур и сегодня я нахожусь в дубайском аэропорту. Здесь находится один очень необычный и интересный Макдональдс. Ну а что в нем такого необычного и интересного, прямо сейчас и узнаем. Поехали! Начать, я думаю, можно будет с того, что здесь Макдональдс написано по-арабски. Ну, я просто к тому, что в других странах я не раз не видел, чтобы Макдональдс был написан, например, на немецком или на французском, везде на английском. А здесь дублировали еще на арабскую вязь. В общем, заказ у меня получился на 73 за три бургера и напиток. 73 это местная валюта и в долларах мой заказ получился ровно на 20, то есть за три бургера. И напиток я, получается, отдал чуть больше 1000 рублей. Так как в дубайском аэропорту какая-то напряженка со столиками и свободных практически нет, то сегодня я буду есть за вот такой барной стойкой заведение, которое, очевидно, обанкротилось или я не знаю, почему оно больше не работает. Для начала я хочу показать вам штуку, которая меня реально удивила. Мы убираем, смотрите, все бургеры и здесь на брошюре написано то, что в чикенбургере, который вот здесь нарисован, оказывается, используется не обычный майонез, а специальный выведенный Макдональдсом, в котором находится на 50% меньше калорий. Честно говоря, я об этом не знал, потому что в России обычно говорят только о том, что 100% говядина, 100% говядина, 100% говядина и больше ничего. А здесь реально интересная информация, потому что, ну, мне казалось, что это обычный майонез, а оказывается, он в два раза легче обычного. Но до боксин с чикенбургером у нас его сегодня нет, зато у нас есть чикен Биг Мак, друзья. Да, вы не ослышались, это Биг Мак, в котором говяжий котлет решили заменить на куриный, и я решил начать, собственно говоря, с самого необычного здесь бургера. Ну и чисто по классике Биг Мак оказался развалившимся. И честно, я ни разу не видел, чтобы Биг Мак собрали вот ровно, вот, ну, ни разу не собирали его таким вот, как на картинке. Чисто по запаху это самый обычный Биг Мак, ну, правда, он с сыром, я не помню, есть ли в Биг Маке сыр или нет, но по запаху вот, как будто бы... Ну, то есть, если бы мне дали бы просто на запах понюхать, я бы не сказал, что он с куриными котлетами. То есть, судя по всему, самое главное в Биг Маке это его соус. А давайте прямо сейчас и узнаем. Беспредельно соус. Сразу начинаешь ощущать вкус обычного Биг Мака, но как только ты чуть-чуть прожевал, сразу, сразу, да, наступает вкус куриных котлет. Вот только не могу понять, нравится мне или нет. Обычно ли здесь используется куриная котлета или какая-то специальная для Биг Мака? Эта котлета мне не нравится, она явно какая-то необычная. Я был на заводе Макдонанса, я видел, как делают куриные котлеты, и вот это не она. То есть, либо в Дубаях просто все плохо с курицей, либо это какая-то специальная котлета, но она, короче, невкусная. Но так как котлета невкусная, Биг Мак, очевидно, тоже получается невкусный. Но по запаху он один в один, как обычный. Также обратите внимание, что мне дали три упаковки кетчупа совершенно бесплатно. И я сейчас в растерянности, потому что я не знаю, для чего они. У меня нет картошки, у меня нет наггетсов. Я взял только три бургера, точнее, два бургера и одну вот такую Мак Арабия Чикен. Судя по картинке, это то, что у нас раньше называлось Грик Мак. Согласитесь, странно получается, что он назывался Грик Мак, то есть греческий, а здесь он называется Мак Арабия, то есть арабский. Ну, сейчас посмотрим, чем они отличаются. Нет, ну это определенно не Грик Мак, потому что эта штука в разы больше. И здесь видно, в лепешке есть какие-то черные крапления, какие-то такие непонятные семечки. Ну, а внутри это две куриные котлеты. Заметьте, эта куриная котлета не такая, как в Биг Маке, то есть у нее, возможно, вообще совершенно другой вкус. Эта котлета определенно вкуснее, чем в Биг Маке, но все-таки самое главное здесь это соус. Потому что вот Пита Грик мне очень нравилась из-за соуса. Ну, а вот эта штука пока еще не оправдала своих ожиданий, но у нее все впереди. Так, подождите, я не достал до соуса, сейчас еще один укус. Пита Грик определенно была вкуснее, чем вот эта Мак Арабия Чикер. Здесь просто куриные котлеты с майонезом. Все блюда из Мак Донниса у нас сегодня необычные. И последнее это Сигначер Коллекш. Сразу стоит обратить внимание на коробку. Они не стали придумывать коробку для четырех разных бургеров. Они сделали одну, но с вот такими специальными кнопками. То есть здесь у меня сейчас находится Клаб Хаус, потому что здесь продавлено. Ну, а если бы была, допустим, продавлена вот такая штучка, то я бы знал, что у меня здесь находится Чикен Мексикана. Или если бы продавили вот эту кнопку, я бы знал, что у меня здесь грибной бургер. Но у меня была продавлена самая первая, это Клаб Хаус. И давайте же посмотрим, как он выглядит. Но выглядит этот бургер следующим образом. И сразу согласитесь, то что это совершенно не Мак Дональдсовский уровень. То есть здесь совершенно другие булки, другой салат, другой сыр, другая котлета. Да здесь все другое. С Мак Дональдсом этот бургер вообще ничего не связывает. Даже на бумажной упаковке, обратите внимание, нет ни одного логотипа Мак Дональдса. Складывается такое ощущение, что это какая-то коллаборация. То есть какое-то заведение этот бургер приготовило, но решило продавать его не у себя, а в Мак Дональдсе. Ну, а мне, в принципе, пофиг. Главное, чтобы он был вкусный. О, да. Он чертовски вкусный и сытный. В отличие от любого другого бургера Мак Дональдс, обратите внимание, насколько здесь широкая котлета. То есть она в ширину, наверное, сантиметра два, или может быть даже два с половиной. Но еще здесь очень сильно влияет на вкус карамельный лук. То есть он не просто пожаренный, он пожаренный в сахаре. И я думаю, вы даже не представляете, насколько это вкусно. Итак, что полезного мы узнали из сегодняшнего выпуска. Во-первых, то, что майонез в чекенбургере в два раза менее калорийный, чем обычный майонез. Ну, а во-вторых, то, что Мак Дональдс в дубайском аэропорту чертовски крутой. Мало того, что здесь есть куча бургеров, которые я лично вижу впервые. И я вам показал только три из них. Остальные там есть еще всякие мексиканские, грибные. Куча разновидностей из бургеров с курицей. Также мы узнали, что куриный бигмак оказался не очень, потому что там какие-то очень странные котлеты. Ну, я не знаю, может быть, они не понравились мне, возможно, понравятся вам. Короче, ребята, если будете в Дубае или будете просто пролетать мимо, обязательно загляните в Макдональдс. Это определенно того стоит. Макдональдс 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 Макдональдс